Формула того, чтобы очаровать жюри традиционного конкурса «Минута славы» есть. Ее составляющие компоненты – артистизм, грация, чувство ритма и вкуса. Но самое главное – талант. На этот раз за звание самого талантливого в жарком творческом соперничестве боролись не только школьники, но и работающая молодежь. Кто-то из конкурсантов был предельно сосредоточен, кто-то на сцене открывал душу. Музыка в моей жизни занимает очень большое место. И, конечно, всегда хочется себя попробовать на сцене в каком-то добром и очень приятном для всех состязании. И, конечно, надеюсь на победу. Но как выйдет? Главное – все-таки участие и показать, что ты можешь. И очень хочется показать свою душу со сцены перед всеми. Чем будешь удивлять сегодня? Я сегодня исполняю песню Муслиова Магомаева «Синяя вечность». Минута славы в этом конкурсе – ограничений нет. Молодежь проявляла свои способности во всех видах и жанрах художественного творчества. Каждый номер был исключительным и уникальным. Кто-то удивлял зажигательным танцем, кто-то старался вдохновить жюри. Народным фольклором показывали себя и в литературном творчестве, индивидуально и коллективно. Я буду танцевать вариацию «Полька Пицката» на пуантах. Это, наверное, единственный жанр, который здесь можно увидеть. И это очень оригинально. Знаменитые произведения прошлых лет, современные танцевальные постановки, авторское чтение и даже номер начинающего модельера. Побывав на конкурсе, в очередной раз убеждаешься – Брест богат на самые разные таланты. Талантов у нас неограниченное количество, им где-то хочется себя проявить. Сегодня у нас на конкурсе 37 коллективов с разных школ и, в принципе, с учреждения образования Московского района, да и не только. Также и работающая молодежь принимает участие в этом конкурсе. А проходит он у нас по факту ежегодно. Ежегодно у нас конкурс, который стал популярным в нашем районе, который пользуется спросом. По итогам результатов двух районов будет проводиться городской конкурс. К слову, «Минута славы» является своеобразным трамплином на пути становления профессионального артиста, покоряющего самые крупные творческие площадки – областные, республиканские, международные. Но каким бы ни был итог проекта, «Минуту славы», проведенную на сцене, ребята не забудут никогда. Продолжение следует...